Многие ли из нас четко знали, кем хотят стать, когда заканчивали школу? Некоторые, даже окончив вуз, так и не нашли своего призвания. Совсем иначе обстоят дела у Артема Неугодова. Он определился с делом жизни в самом раннем детстве. Это очень долгая история, формирование такой мечты, наверное. И из детска какое-то сказочное представление о науке, о том, что я буду ученым, допустим. Это развелось во вполне реальное будущее. Уже с детства я очень интересовался знанием. Я был очень любопытным, любознательным ребенком. Читал много. Подарком моим любимым на всякие праздники и на день рождения была энциклопедия про природу. Ученый-биолог, прямо скажем, не самая популярная в современном мире профессия. Между тем, выбор сына ничуть не смутил его родителей. К решению отнеслось очень положительно. Сформировалось оно с самого детства. Во-первых, в год мы ребенку подарили первую энциклопедию. Он стал любимой книжкой, по ней он учился читать. У нас бабушка био, которая с детства прививала ребенку и любовь к природе, и знания уже какие-то первоначальные. Игрушками в детстве у нас были микроскоп, телескоп. Лучшим подарком всегда энциклопедия. Поэтому, в общем-то, вопрос, кем стать, уже к первому классу у нас не стояло. В детстве Артема родители шутили, будешь учиться в МГУ. Даже не подозревая о том, что шутки окажутся пророческими. Обучаясь в 11 классе, Артем решил поучаствовать в Олимпиаде Московского университета по биологии. И стал победителем, что дало ему право без вступительных экзаменов стать студентом вуза. ЕГЭ ему все равно пришлось задавать, чтобы получить школьный аттестат. И, пожалуй, никого не удивило, что по двум издаваемых экзаменов, русскому языку и биологии, выпускник получил максимальные 100 баллов. Знания, полученные в школе и природный талант, дополнены прекрасным воспитанием. И ни для кого не секрет, что, как бы ни старались учителя, по большей части личность формируется именно в семье. У Артема огромнейший потенциал. У него замечательная семья, которая ему дала так много всего, что работать с ним было очень приятно. Он начитанный настолько, что вот порой какое-нибудь произведение называют, ты понимаешь, что ты вот его не читал. Ну, признаешься, да, не читал. Такое бывает. Вот. И, конечно, знания у него хорошие, отличные знания. И результат вполне был ожидаемый. Детская мечта реализована. Вот-вот школьная парта сменится желанными аудиториями главного вуза страны. Впереди шесть лет, в течение которых будущий ученый будет познавать все тайны мироздания. Артем уже четко знает, что хотел бы заниматься генной инженерией. И наверняка спустя пару десятилетий мы еще услышим его фамилию. Спасибо. Спасибо.